В Канаде ежегодно обучается до 600 тысяч иностранных студентов и 60% из них в итоге остаются в стране на долгое время, а кто-то и навсегда. Для постоянного проживания в стране без переживаний об окончании своего временного статуса, будь то студент или иностранный работник, необходимо получить статус постоянного резидента или permanent resident. А сделать это можно благодаря одной из десятков иммиграционных программ. Привет, меня зовут Глеб, я проживаю в провинции Британская Колумбия на острове Ванкувер. В этом видео я расскажу о некоторых иммиграционных программах, позволяющих иностранным студентам или выпускникам канадских вузов получить статус постоянного резидента в наиболее короткий срок. Если вы еще не подписаны на мой канал, можно сделать это прямо сейчас, ну или в любое время в течение следующей минуты. Поехали! Входящая в глобальную систему обработки миграционных заявлений Express Entry программа Canadian Experience Class – это один из самых быстрых путей получить пиар-статус в Канаде. Помимо перечня факторов, требуемых для этой программы, таких как возраст, знание языка, уровень образования, одним из главных критериев является наличие как минимум 12 месяцев квалифицированного беспрерывного опыта фулл-тайм работы в Канаде в течение последних трех лет или эквивалент парт-тайм работы. Важно учесть, что опыт работы, полученный во время программы обучения, не засчитывается для программы Canadian Experience Class. Однако, после окончания программы образования, иностранный студент может претендовать на получение рабочей визы выпускника или Postgraduate Work Permit. А опыт работы, полученный во время Postgraduate Work Permit, как раз засчитывается для программы Canadian Experience Class. Также работающая в рамках Express Entry программа Federal Skilled Worker Program может быть хорошим вариантом иммиграции для иностранных студентов. В отличие от Canadian Experience Class, Federal Skilled Worker Program не требует от кандидата наличия именно канадского опыта работы, а принимает любой опыт работы по одной из квалифицированных профессий класса 0, A или B по национальному классификатору профессии НОК, полученный за пределами Канады. Эта программа хорошо подойдет студентам, у которых уже имеется от одного года беспрерывного опыта работы в фулл-тайм или эквивалент парт-тайм работы за последние 10 лет. Опыт работы во время обучения тоже может быть засчитан на определенных условиях. Данная программа имеет минимальный проходной балл на уровне 67 баллов, который можно получить по разным факторам, таким как возраст, стаж работы, образование, знание языка и другие. Для получения приглашения на программу иммиграции также необходимо набрать достаточно высокий проходной балл в системе Comprehensive Ranking System или CRS в системе отбора Express Entry. Этот балл постоянно меняется, но сейчас имеет тенденцию к снижению. Последняя выборка прошла 9 ноября и проходной балл составил 494 балла. Можно бесплатно посчитать свой текущий CRS балл, воспользовавшись калькулятором на официальном сайте Министерства иммиграции Канады. Все ссылки на программы иммиграции, о которых я сегодня говорю, вы можете посмотреть в подробной статье на сайте моего образовательного агентства Kiwi Education. Переходите по ссылке под этим видео. Каждая провинция и территория в Канаде имеет свои программы иммиграции, называемые Provincial Nomini Program или сокращенно PNP. Все они отличаются по требованиям кандидатам, механикам работы и обработки документов и срокам процессинга кандидатов. Однако, почти всех их объединяет главная цель – оставить кандидата на иммиграцию в своей провинции. Исходя из этого, наивысшие шансы пройти по PNP программам имеют те кандидаты, у которых более крепкие связи с провинцией, будь то наличие родственников, предложение по работе или окончание местного вуза. Некоторые провинции даже позволяют подаваться на программы иммиграции выпускникам вузов без получения канадского опыта работы. В основном, такие программы требуют окончания программ поствысшего образования, постгредиат и получения степени мастерс или PHD, то есть доктора наук в определенных областях знаний и даже в определенных учебных заведениях. Вот несколько примеров таких программ по провинции. Британская Колумбия – BC PNP International Postgraduate. Ontario – OINP Masters Graduate Stream. Манитоба – Graduate Internship Pathway. Нью-Брансвик – New Brunswick Private Career College – Graduate Pilot. Это программа для выпускников частных карьерных колледжей без права получения постгредиат work permit после окончания учебы. Поскольку миграционное законодательство провинции Квебек отличается от остальной Канады, я не буду детально рассматривать все варианты, а только кратко остановлюсь на двух программах, потенциально интересных для иностранных студентов. Quebec Experience Program – это одно из основных требований этой программы. Это знание французского языка на уровне 7 по местной системе оценки и окончания, или скорое окончание, одной из программ обучения. И Quebec Skilled Worker. Здесь основным фактором является наличие опыта работы и необязательно даже в провинции Квебек. А также строгое намерение жить и работать в Квебеке. Если вы планируете обучение и последующую иммиграцию в Квебеке, я рекомендую взять консультацию у нашего иммиграционного специалиста, чтобы четко обозначить план действий и избежать ошибок в своем иммиграционном процессе. Все контакты вы найдете ниже под этим видео. Конечно, это не исчерпывающий список иммиграционных программ для иностранных студентов в Канаде, а только краткий обзор некоторых из них. Помните, что каждый иммиграционный случай уникален. И не стоит слепо применять опыт других на себя, ведь вы можете просто не знать всех обстоятельств другого человека, которые позволили ему воспользоваться той или иной программой иммиграции. Изучайте условия разных иммиграционных программ, особенно той провинции, в которой вы будете обучаться или планируете впоследствии работать. Чем раньше вы поймете, какая программа иммиграции подходит вам наибольшим образом, тем увереннее вы будете к ней идти, чего я вам и желаю. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео. И пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok